Магнитола Parafar PF106 для Kia Rio, 2011-2017 год. Магнитола серии UHD. Магнитола серии UHD, вот так она у нас выглядит. Глянцевый экран, 9 юбов, полностью сенсорное управление, кнопки для быстродействия, также сенсорные подсвечивают. Задняя часть магнитола у нас выглядит вот так. Здесь у нас есть 5G Wi-Fi антенна, также у нас есть здесь GPS антенна, 4G Wi-Fi антенна и антенна для радио. Сверху у нас идет колодка для дополнительного питания, кулер для охлаждения и полностью алюминиевый радиатор для отвода тепла. Плюс фишка питания полностью этой магнитола. При запуске магнитола можно наблюдать, как у нас тут светятся кнопки, их можно регулировать на любой оттенок. И при первом запуске у нас запускается основное меню. Основное меню выглядит у нас вот так. Слева вы можете наблюдать время, день недели, дата. Следующий у нас идет виджет карт, приложение для быстрого доступа, также переход в прикладное меню, где все приложения отображаются. И здесь у нас для прослушивания музыки виджет отображается. Чтобы сменить картинку долгим удержанием, держим экран, выбираем картинку, устанавливаем ее и теперь у нас совсем другой фон. Также у нас есть шторочка для быстрого доступа, это подключение Wi-Fi, это комфорт глаз, переключение, использование данных по сим-карте, авиарежим, отключение экрана, очистка оперативной памяти, спящий режим и перезагрузка устройства без выключения двигателя. Вот так выглядит у нас основное меню и переход в прикладное меню у нас выглядит вот так. Нажимаем и здесь у нас отображаются все приложения, которые здесь есть, установлены. Чтобы в прикладное меню часто не заходить и не искать приложения, здесь есть 4 приложения быстрого запуска. Они активируются долгим нажатием и вы подключаете свои приложения, которые вам нужны. Вы поставили приложение и в них переходите. Сейчас мы зашли в приложение радио и немножечко разберемся, что здесь у нас есть. Функция Band для переключения диапазонов радио между FM и AM. Тут идет у FM три полосы, у AM две. Следующая у нас идет функция станции для таких функций, как Lock и DX. Функция Lock используется в городе для лучшего приема местных станций. И функция DX используется за городом в трассе, когда вышки находятся далеко друг от друга и у них слабый сигнал. Также следующий пункт у нас идет это переключение стерео и монозвука. Автоматический поиск станций. Нажали и у нас началось сканирование. Следующее за автоматическим сканированием у нас есть сохранение станции. И настройки общей тонки и редактирование станции. Можно подписывать им имя, редактировать, удалять. Следующий пункт это настройки у нас устройства. Первое насыщает Wi-Fi и беспроводные сети. Здесь можно как раздать точку доступа с вашего телефона, так же можно и включить обмен данными через сим-карту. Следующий у нас идут настройки устройства. Это дисплей, это звуки, это сигнал GPS, приложение. Функция дисплея у нас отображает настройки яркости, настройки обоев, размер шрифта, автоматическое отключение экрана по времени. И следующее за дисплеем у нас идет настройки звука. В настройках звука не только уведомления, так же у нас есть здесь настройки эквалайзера, настройки переключателя усилителя, сам буфера и другие параметры. Следующий у нас идет настройки GPS. Настройки GPS нам показывают какие антенны сейчас за нас держатся, то есть основная информация о позиционировании автомобиля в реальном времени. Так же пункт приложений для управления ими, удаления их кэша или удаления их полностью из системы. Следующие у нас идут общие настройки для комфорта водителя. Это включение устройства любой кнопкой, включение автоматического запуска навигации, зеркальное отображение камеры заднего вида, настройки цвета кнопок, которые вот здесь у нас слева идут, включение беззвучного режима, когда вы включаете заднюю скорость, если у вас вдруг музыка отвлекает. Так же настройка звука по умолчанию при включении устройства, настройка звуков и уведомления, которые идут у нас от навигации. Так же кроме отключения полностью звука, есть просто приглушение музыки при включении задней скорости. И в этом же меню устанавливается главное приложение по навигации, в которое вы будете заходить и которое будет отображаться на главном меню, вот здесь на виджете. А это у нас заводские настройки, настройки для установщиков в основном, обычному обывателю они не нужны, потому что при установке данной магнитолы все настраивается и вам туда заходить особо не нужно. Следующая у нас идет настройка после заводских, это настройка пользователей, можно посмотреть информацию о местоположении, также настроить здесь язык, настройки Google, безопасность и сброс, резервное копирование и сброс здесь есть, если вдруг какая-то информация вам нужна, вы можете себе на почту ее сохранять. И у нас здесь дальше идут системные настройки, это у нас установка времени и даты, просмотр версии программного обеспечения, настройки специальных возможностей, такие как жесты какие-то, работа с сенсорным экраном, все это для вас настраивается. И настройки разработчика для просмотра хранилища, его редактирования, чего-то удаления. Следующие настройки у нас идут по Bluetooth, они очень широкого спектра, открываем, здесь нас встречает набор номера, также у нас будут отображаться недавние вызовы, синхронизация с контактами с устройством, прослушивание музыки, привязка устройств, здесь будет отображаться их список, здесь подключение или их удаление и просто настройки Bluetooth, его имя, пароль и другие. Также приложения для управления файлов, которые установлены на устройство и также установлены на флешкарты, они здесь у нас сортированы по виду музыка, картинки, видео, их можно удалять, перемещать. Также для удобного серфинга по системе есть у нас плавающая кнопка или ассистент, как она здесь называется, она у нас для настроек самой кнопки, это у нас подсветочка, это у нас звук или выключение экрана. Также у нас ускорение процессов путем очищения оперативной памяти, избранные приложения, которые сюда можно добавить для быстродействия, все приложения, чтобы не переходить в меню, их здесь видно и не отображаются, и кнопка домой, которая возвращает вас в основное меню. Эту кнопку можно хоть куда переместить, изменить ее размер и оставить.